Фестиваль военно-прикладных испытаний гренадёры России появился раньше, чем юнармия. Шесть лет назад он назывался «Гренадёры Кубинки», а сегодня уже вышел на региональный уровень. В 2018 году его посвятили столетию создания Красной Армии. Здесь есть всё для того, чтобы вы могли изучить военную технику, посмотреть павильоны, партизанские палатки, землянки, различные спортивные сооружения. Сегодня проводим фестиваль. Юнормейцы, покажите лучшие результаты. Во время церемонии открытия фестиваля в ряды юнормейцев вступило 118 ребят. Они принесли клятву, в которой обязались быть верными Отечеству, следовать воинским традициям России, защищать слабых и преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Я испытываю гордость, восторженность за общение с молодым поколением, нашими продолжателями традиций нашего народа. Примечательно, что фестиваль проходит в канун 73-й годовщины победы Великой Отечественной войны. Нас, ветеранов, особенно радует нынешняя молодежь, которая занимается спортом, которая осваивает новые специальности, которая старается быть достойными своих предков. Ведь молодые люди – это будущее нашей страны. Среди ветеранов военной службы, участвовавших в фестивале, были, что символично, и потомственные гренадеры. У Виктора Мальчевского в 11-м гренадерском фоногорийском полку служило сразу два предка – Михаил и Василий, участники штурма Плевны. Это был элитный полк русской армии, который носил имя великого нашего полководца Суворова. Причем в этом полку служили два брата – Василий Адамович Мальчевский и Михаил Адамович Мальчевский. В одном полку один был в звании, Василий Адамович был в звании прапорщика, а Михаил Адамович в звании подпоручика. После торжественной части начались соревнования. Организаторы очень тщательно подошли к подбору испытаний. Для победы требовался набор не только практических, но и теоретических навыков и умений. Посадка и высадка в спецтранспорт, снаряжение магазина и сборка-разборка оружия, использование специального снаряжения и чтение карты. При этом в команде из семи человек не должно быть откровенно слабых звеньев, иначе победы не будет. Этот финал сейчас покажет то, чему научились, что освоили ребята за весь вот этот учебный год. Это наша школа Денцовского района, плюс еще присутствуют три команды города Москвы, плюс городские округа Власиха, Краснознаминск, Можайск представлены. Вот вам общее количество, где-то, ну, скажем так, около трехсот человек. Одновременно с этапами, которые проходили на военно-тактических площадках город и Афганистан, испытания шли и на открытом пространстве. Здесь от участников требовалось показать навыки метания гранат, разминирования, стрельбы из пневматического оружия и метания ножей. Также командам предлагалось пересечь зону химического заражения и эвакуировать раненого товарища на носилках в условный тыл. Мне очень нравится, я ходила раньше в ШБС, это школа будущего сержанта, в Акулово. Мне понравилось, помогает почувствовать себя на зоне боевых действий, понять, если, не дай бог, такое случится в реальности, будешь всегда готов. Не страшно, смешно и экстремально. А тем ребятам, которые не участвовали в испытаниях, организаторы вместе с парком «Патриот» предложили увлекательную экскурсионную программу. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».